Здравствуйте! Наверняка на каждой кухне есть обычная четырёхгранная тёрка, но далеко не все пользователи знают её кулинарные возможности. Для чего же предназначены все четыре стороны тёрки? Ведь они различаются и имеют разные отверстия. Большинство людей используют только одну сторону тёрки с отверстиями, напоминающими крупные капли дождя. Пользоваться именно этой стороной как-то удобнее всего. С помощью этой стороны можно натереть всё, от овощей до яиц. Ведь эта сторона на все случаи жизни. И морковку натрёт, и картошку, и яйца поможет измельчить. Она превращает продукты в строжку вмиг. Но есть одно но. На выходе получаются довольно крупные кусочки, которые не во всех блюдах хороши. Есть другая сторона, которая с мелкими каплевидными отверстиями. Эта сторона отличается от предыдущей меньшим диаметром отверстий. Соответственно, и кусочки продуктов на выходе получаются мельче. Несмотря на то, что скорость измельчения существенно падает, но иногда именно без такой тёрки не обойтись. И такую сторону используют тоже нередко. Обычно натирают на такой стороне, где нужна мелкая стружка. Если, например, ребёнок не любит морковь в супе, её можно натереть как раз на этой стороне тёрки. И тогда он её практически не увидит и не почувствует. Сторона тёрки с одним или нескольким продолговатыми удлинёнными отверстиями. Изо всех сторон, пожалуй, она самая игнорируемая. И совершенно зря. С её помощью можно приготовить массу вкуснейших овощных блюд. Например, на этой стороне можно слайсами нарезать морковь, кабачок или баклажан для запекания. Также можно нарезать картофель для приготовления чипсов. Целую луковицу можно превратить в красивые луковые кольца. Да и нашинковать капусту идеальной толщины тоже можно на этой стороне. Могут, конечно, от неумения, от неопытности возникнуть сложности. Но важно понять правильную технику, приноровиться. И в итоге будет получаться тонкая соломка одинакового размера, например, из капусты или аккуратные круглые слайсы из круглых корнеплодов. Самая загадочная сторона тёрки – это колючая сторона тёрки, где дырки как бы вывернуты наружу. Кто-то пытается натирать на ней чеснок. На самом же деле она предназначена для других продуктов. Эта колючая сторона тёрки поможет при измельчении сухих продуктов в пыль. Для этого подходят твёрдые сыры, мускатный орех, палочки корицы и сухари. А также эта сторона хорошо поможет снять цедру с цитрусовых. Многие натирают такими колючками имбирь и получается при этом однородная кашица без жёстких волокон. Также можно натереть яблоко или морковку и получится замечательное пюре для детского питания. А ещё этой загадочной стороной с мелкими вывернутыми дырочками колючими можно очень эффективно чистить чешую с рыбы. Получается очень удобно и быстро. И чешуя, кстати, не разлетается в стороны. В этом случае тёрку не нужно ставить на стол. В данном случае ею нужно водить по рыбе. Есть ещё такое рассуждение по поводу четырёхсторонней тёрки, что каждая её сторона хороша для своей плотности мякоти плода. Тёрка до сих пор остаётся незаменимой помощницей на кухне. Измельчать на ней продукты выходит быстрее, чем ножом, мельницей или даже кухонным комбайном. Ведь в комбайне нужно менять насадки, затем перемывать гору деталей, а тёрку достаточно сполоснуть водой. И когда точно знаешь назначение четырёх сторон тёрки, то это позволяет её активнее использовать и можно приготовить большее количество блюд с удобством. Субтитры подогнал «Симон»